Приветствую, на связи Ирин Кольт и школа дизайна Savizart. В этом видео будем создавать абстрактную иллюстрацию в виде песочных часов в FIGME. Давайте приступать. Первое, что мне понадобится, это инструмент Frame. Можно нажать горячую клавишу F или выбрать инструмент на панели инструментов. С Shift растягиваю квадрат на сцене, захожу в менюшку Frame и выбираю вариант Instagram Post 1080 на 1080 пикселей. Сразу же захожу в Background, кликаю на этот белый квадратик и там, где написано Solid, захожу в менюшку и выбираю Image. Нахожу кнопку Choose Image и задаю фон нашему фрейму. Теперь можно его заблокировать. Нажимаю на замочек слева на панельке. Теперь давайте построим саму иллюстрацию. Выбираю инструмент Ellipse. Можно нажать горячую клавишу O, либо выбрать его вот здесь вот в группе инструментов Rectangle. Создаю Ellipse на сцене. Зажимая Shift, получаем окружность. Нажимаю Shift X для того, чтобы перевести заливку в обводку. И дважды кликаю на объект. Захожу в режим редактирования точек. Кликаю на верхнюю точку и сразу же нажимаю Delete. Таким образом мы удалили точку и всю смежную геометрию до следующих точек. И получили половинку окружности. Подтверждаю окончание действия. Done. И увеличиваю толщину обводки до 60. Сразу же сдублирую объект и разворачиваю его на 180 градусов, зажимая Shift. Также угол поворота можно задать вот здесь. Теперь создам прямоугольник. Растягиваю прямоугольник на сцене, примерно вот такого размера. Нажимаю Shift X. Здесь будет чуть-чуть поинтереснее, потому что мы будем создавать дополнительные точки. Захожу в режим редактирования точек. И посмотрите, только подвожу к серединке верхней стороны. Сразу же предлагается создать точку. Кликаю, создаю точку. И то же самое делаю снизу. Выделяю две точки слева и нажимаю Delete. Подтверждаю окончание действия. И толщину обводки увеличиваю до 60. Немного уменьшу наш прямоугольник. Сдублирую прямоугольник. Разверну на 180 градусов, зажимая Shift. И сдвину его еще правее. Можно немножечко его увеличить по ширине. Но тогда придется удалить первый прямоугольник. И сдублировать его еще раз. Разворачиваю. Сдвигаю в сторонку. Сейчас я пользовалась зажатым Shift и клавишей влево на клавиатуре. Теперь давайте все выровняем. Для того, чтобы выравнивать, нам надо перевести обводку в заливку. Для этого нажимаю сочетание клавиш Ctrl-Shift-O. Таким образом, у нас обводка превратилась в полноценные объекты. Выделяю прямоугольники. Для начала выровняю их по верхнему краю. И сгруппирую. Выделяю все вместе. И выравниваю по центру. А теперь выбираю прямоугольники и только верхнюю окружность. Выравниваю по верхней части. Группирую. Теперь выделяю нижнюю окружность и получившуюся группу. И выравниваю по нижней части. Вот что у нас получается. Теперь группу можно разобрать. Ctrl-Shift-G. Встроим картинки в наши объекты. Кликаю на верхнюю окружность. Захожу в блок Fill. И нажимаю вот на этот серый квадратик. Там, где написано Solid, выбираю Image. Выбираю изображение. И выбираю заранее заготовленную картинку. Чтобы перемещать картинку внутри объекта, выбираю вариант Crop. И перемещаю, чтобы получилась такая вот золотая полуокружность. С нижней поступлю точно так же. Выбираю вариант Crop. И сдвигаю. И теперь встрою в прямоугольнике так же изображение. Картинку внутри объекта можно разворачивать. Давайте это сделаем. Также вновь выберу вариант Crop. И подвину изображение. Можно сдвинуть чуть-чуть сильнее. Для начала разгруппирую прямоугольники, чтобы каждый раз не заходить в группу. Вот так, я думаю, будет хорошо. Захожу во второй прямоугольник. Выбираю Image. Разверну изображение. Выберу вариант Crop. И встрою картинку так, как мне нужно. Давайте еще раз развернем изображение. Да, мне кажется, вот такой вариант будет интересней. И теперь перемещу прямоугольники под окружности. Выделяю оба прямоугольника вместе. Нажимаю Ctrl и скобочка влево. Теперь давайте вновь поменяем объекты немножечко местами. Но на этот раз будем менять их местами частично. Я хочу вот эту окружность спрятать за этот прямоугольник. И вот эту окружность за этот прямоугольник. Для этого выбираю инструмент прямоугольник. И создаю прямоугольник по ширине исходного прямоугольника. Выбираю прямоугольник и окружность. Нахожу вверху иконочку. И нахожу с Abstract Selection. Посмотрите, мы вырезали вот этот вот кусочек. С верхней полуокружностью проделываю то же самое. Создаю прямоугольник. Выделяю окружности прямоугольник и снова делаю Substract Selection. Так иллюстрация будет выглядеть более интересно. Теперь давайте выстроим тени. Для постройки теней буду использовать обычные прямоугольники. Покрашу его в черный цвет. И выберу вариант Linear. Это линейный градиент. В FIGMI по умолчанию он задается из цветного в прозрачное. Разверну прямоугольник на 180 градусов. Сразу же его сдублирую. И снова разверну на 180 градусов. Вот мы сделали заготовку для теней. Теперь выделяю исходный прямоугольник. Ctrl-C, Ctrl-Shift-V для вставки на то же самое место. Выделяю вот эти два прямоугольника и копию исходного прямоугольника. И нажимаю на иконку маски. У нас получился объект, содержащий в себе две тени, выровненные точно по краям исходного прямоугольника. Нажимаю Ctrl и скобочка влево. И отправляю тени ниже нашей полуокружности. Тени можно на самом деле сдублировать, потому что у нас фигура симметричная. Я беру, перетаскиваю их туда, куда мне нужно. И также размещаю ниже исходного объекта. Нажимаю Ctrl, скобочка влево. Теперь давайте выстроим вот эти тени. Точно так же создаю прямоугольник. Выкрашиваю в черный цвет. И выбираю вариант линейр. Разворачиваю прямоугольник. Дублирую. И снова разворачиваю на 180 градусов. Поднимаю его чуть выше. Давайте прямоугольники развернем немножечко под другим углом. Примерно вот так. Теперь дублирую вот эту вот окружность. Ctrl-C, Ctrl-Shift-V. Выделяю прямоугольники и копию окружности. И нажимаю на маску. Вот у нас получилась тень по контуру нашей полуокружности. Эту тень я также сдублирую. Разверну на 180 градусов. И размещу вот здесь. Нажму Ctrl и скобочка влево. Для того, чтобы разместить ее ниже. Теперь выделяю весь объект. Группирую его. И давайте сделаем тень. Для этого нахожу вкладочку эффекты. Нажимаю вот сюда плюсик. Сразу же организуется тень. Давайте ее донастроим. Кликаю вот на такую вот иконку в виде солнышка. Выставляю непрозрачность тени 50%. Блюр 25%. Блюр 25%. И смещение по ху и у. Ну, я думаю, что здесь оно не нужно на самом деле. Поэтому выставляю нули. Размытие можно выставить еще больше. Например, не 25, а 40. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. И непрозрачность также можно выставить больше. Например, 80%. Да, так тень будет более насыщенной. Блюр даже можно еще больше выставить. Давайте 70% выставим. Да, так будет смотреться интересней. Теперь давайте сделаем световые объекты. Ну, или как я их называю, светляков. Выбираю инструмент Ellipse. Еще разочек. Создаю окружность. И выбираю вот такой вот оранжевый цвет. Можно взять его с золотом. Выбираю вариант Redial. Опять же, градиент по умолчанию создался из цветного в прозрачное. И выбираю вариант наложения или способ наложения объекта Overlay. Это перекрытие. Посмотрите, что у нас получается. Световой объект, который можно перемещать по сцене как угодно. Давайте немножечко его изменим. Я пододвину чернильницу. Он будет тогда более плавным, более мягким. Можно немного изменить его размер. Я подсвечиваю те участки фигуры, которые хочу, чтобы засияли чуть-чуть посильнее. Также можно сделать еще мелких светляков. Например, вот сюда. Уменьшаю размер. Пододвигаю. Здесь точно так же. Итак, вот такая иллюстрация у нас получилась. Обязательно попробуйте. А с вами была Эра Н. Кольт и школа дизайна Savizart. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...